Во времена Советского Союза, кроме серийных машин, которые выпускались на различных автомобильных заводах, были и такие, которые в массовое производство не пошли. Инженеры разрабатывали новые варианты машин, но по каким-то своим причинам они не проходили испытания и до конвейерной линии не доходили. Так случилось и с самосвалом, получившим название МАЗ-510. Это была экспериментальная модель, созданная в 1962 году на базе выпускавшегося тогда МАЗ-503. Соответственно, и все технические характеристики были взяты у этого грузовика. Двигатель располагался под кабиной водителя. Сам двигатель имел название ЯМЗ-236. Он был восьмицилиндровым, мощность которого составляла 180 лошадиных сил, объем 11 литров. Трансмиссия пятиступенчатая, механическая. Грузоподъемность грузовика была 7 тонн, а вес его составлял 6,7 тонны. Грузовик набирал максимальную скорость 60 км в час. При этом расход топлива был около 28 литров на 100 км. Для горючего был предусмотрен бак объемом 175 литров. Главной особенностью этого самосвала было то, что его кабина была рассчитана на одного человека, то есть уменьшена вдвое. Таким способом конструкторы хотели снизить затраты металла и стекла при производстве машины, а также увеличить обзорность шоферу во время езды. Но первое же испытание показали, что аэродинамика самосвала очень плохая за счет пустоты в левой части кабины. А следовательно, это привело к большему расходу горючего, что было неэкономично, и на проекте поставили крест. Если вы знаете какую-то информацию про автомобиль МАЗ-510, поделитесь ей в комментариях под видео. Субтитры создавал DimaTorzok